С 27 сентября по 17 октября у школьников ДНР удлиненные осенние каникулы, в период которых ребята при благоприятной, разумеется, погоде будут проводить больше времени на улице. И это вызывает у сотрудников Республиканской госавтоинспекции вполне обоснованные опасения. С начала нового учебного года произошло 14 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 16 подростков получили травмы. По причине нарушений правил дорожного движения детьми совершено 6 ДТП, в результате которых пострадали 7 несовершеннолетних. Сотрудники ГАИ в очередной раз вынуждены озвучивать прописные вроде бы истины. Несовершеннолетние должны помнить, что проезжую часть необходимо переходить исключительно по пешеходному переходу. Перед тем, как начать переход дороги, даже на разрешающий зеленый сигнал светофора необходимо убедиться в том, что все транспортные средства остановились. При переходе дороги по нерегулируемому пешеходному переходу необходимо достоверно убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств и выходить на проезжую часть только после того, как все автомобили остановились. В целом же, всем участникам дорожного движения, вне зависимости от возраста, следует быть особенно бдительными при переходе дороги вблизи остановок общественного транспорта. Стоящий автобус или троллейбус затрудняет обзор водителю, и он может заметить пешехода слишком поздно. Особенно, если этот водитель еще слишком молод и неопытен. Призываем родителей не допускать управления транспортными средствами подростками, которые не имеют водительского удостоверения соответствующей категории, а также исключить доступ детей к ключам от транспортных средств. Продолжение следует...